Раз пошла такая пьянка, что я могу еще, как пел Борис Борис Игорь Менщиков и, вероятно, до сих пор поет эту песню, я имею в виду, вообще он поет, дай бог ему здоровья. Это я имею в виду, что я снова о том же, да, и это все о нем. Помните, было такое произведение Виля Лепатова? Ну, если кто не помнит, я рекомендую посмотреть телевизионный художественный фильм, многосерийный, советский. Интересная история. Ну, так вот, это все о нем, да, все о Дипеопл, о той самой группе, которая для отечественных меломанов является олицетворением рок-музыки 70-х. Как некоторые тут выражаются золотого века рок-музыки. Я понятия не имею, что такое золотой век рок-музыки. Не знаю, потому что рок-музыки прекрасно полно и в 60-е годы прошлого века было, и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас не меньше, а то даже больше ее стало. Очень хорошей музыки. Так что я не знаю, где там золотой век затерялся, но Дипеопл, повторюсь, в нашей стране это такое, это больше, чем Дипеопл, да. Поэт в России больше, чем поэт. Дипеопл в России больше, чем Дипеопл. Больше, чем рок-группа. Не знаю, почему, не понимаю этого. Я не могу себе этого объяснить. Но я люблю тоже музыку этого ансамбля. У меня есть все пластинки Дипеопл. Ну, с детства полюбил как-то. А знакомство с этой пластинкой состоялось у меня в очень юные годы, в детстве практически. Когда я проводил несколько лет в пионерском лагере, и дойдя до старших отрядов, до 2-го, 1-го, соответственно, я уже работал там в радиоузле. То есть, включал разную... Ну, озвучивал всякие пионерские линейки, включал звуки горна и ля-ля-ля прочее. Ну, и в свободное время включал просто музыку на трансляцию. Через динамики колокольчики, которые висели на соснах в нашем пионерском лагере Нева, в Усть-Нарве, в Эстонии, замечу. Звучала музыка, которую Леша Рыбин, пионер, включал в радиоузле. А что пионеры слушали в пионерских лагерях? Леша Рыбин включал, естественно, Битлз, Роллинг Стоунс, Манфред Мэнн, Криденс, много очень было. Дипеопл. Не помню, что именно. Квин иногда присутствовал. Лед Зепплин не включал. Лед Зепплин у меня не было с собой на катушках. И однажды мой товарищ принес мне бобину с магнитофонной лентой. Я ее поставил на магнитофон. Мы стали с ним ее слушать. Он сказал, что это офигенная группа. Я вот привез из Ленинграда. Мы слушаем. И я не могу понять, что это такое. Что это за группа. И товарищ мой тоже не знал. Говорит, я не знаю. У меня там кто-то, то ли папа, то ли кто-то мне дал, значит, то ли какой-то одноклассник. Слушаем и не понимаем. А Дипеопл перед этим мы уже слушали. Мы уже слушали. Не помню, что. Инрок, кажется, был известен нам. И, ну что это, Fireball, да, конечно. Я его включал даже на трансляцию в лагере. Слушаем и не понимаем. Начинает играть гитара. Вроде похоже на Дипеопл. Как в одном фильме сказано. По замашкам вроде фраер, но не фраер, это точно. Вроде Дипеопл, а по музыке вроде совсем не Дипеопл. Что же такое? Потом оказалось все-таки, что это вот этот альбом звучал с 69-го года, который, да, а когда там, собственно, последняя вещь, начинка, заиграла вот это вот с хором, потом с инструментальным симфоническим куском, симфоническим оркестром. Ну, что вообще, что вообще непонятно, да. Ну, оказалось, вот этот альбом 69-го года, который называется просто Дипеопл, да. Многие называют его «Эйприл», по названию «Последняя вещь», которую я вскользь упомянул, да, про симфонические оркестры и прочее, 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 прочее. Конечно, решительно не похоже это на то, что мы привыкли все в музыке Дипеопл. Не на первые два альбома, не похоже, не на все последующее, когда Ричи Блэкмор радикально изменил просто стиль музыки своей и стиль музыки группы. То есть это две разные, конечно, абсолютно группы. Первые два альбома – это что? Ну, все, это, в общем, такой тяжелый рок, ориентированный на Америку однозначно, и первые, и вторые альбомы. В основании музыки лежат Ванила Фадж, Джимми Хендрикс, классическая музыка, которую прекрасно изучал и изучил уже к тому времени Джон Лорд. Ричи Блэкмор тоже владел, собственно говоря, классической гитарой вполне, так же, как и блюзовой гитарой вполне, и имел очень хороший багаж концертных выступлений еще до создания Дипеопл. Ну, собственно, так же, как и все прочие музыканты. И это был такой тяжелый рок, ориентированный, как я уже сказал, на Америку. Но отчетливо слышно было в нем желание стать супергруппой или там просто группой номер один и стать богатыми и знаменитыми. Это в каждой песне просто прослеживается, вот это движение вперед, очень правильное, оно и должно быть таким. Это как, когда режиссер снимает какой-то фильм, он должен чувствовать внутри себя, что этот фильм – его последний фильм. И он должен в этом фильме сказать все, что он хочет сказать зрителям. Так же и в каждой песне Дипеопл на первых двух альбомах это все прочувствовано, это все присутствует. И в то же время первые два альбома – это такая молодость свежак. Не скажу, что это большие какие-то ахакие эксперименты, но это такие попытки объять необъятные. Такие вот мы все умеем, мы все можем и так, и сяк, и эдак, и прочее, 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 прочее. Но они достаточно, в общем, в узком таком русле музыка их течет. В узком русле американизированный английский тяжелый гитарный рок. Тяжелее, чем у многих, но, в принципе, в этом же самом в учейке течет. А это нет, поэтому советские школьники Леша Рыбин и его приятель впали в недоумение. Что это за музыка? Чудесный голос. Голос вроде знакомый, да, Эванса. И гитара вроде знакомая Блэкмара. Очень похожа на Блэкмара, да. И выяснили, что это Дипепл, и тогда отлегло. Знаете, действительно, пластинка очень интересная, очень странная, очень эклектичная, можно так сказать. Этим и хороша, кстати говоря, не надоедает вообще. Можно и сейчас слушать уже в 2000-й раз, и все в порядке. Записывали ее не то чтобы в ППХ, но отчасти, да, после американского тура, где была поставлена задача записать пару синглов для компании «Тетраграматом», с которой был контракт у Дипепл. Пару синглов записали, записали песню «Эммаретта», очень хорошая, здесь ее нет, она вышла синглом, да, и входит в разные сборники. В Ютьюбе можно ее послушать, ну или где-то еще. Она очень интересная, и она похожа сразу на несколько песен Джимми Хендрикса. Вот. И запевом, и припевом, и гитарным соло, и тем, что идет дальше после гитарного соло, там вторая часть, где меняется мелодия. Ну, это традиционал такой, но при этом почерк группы все равно там чувствуется, и песня хорошая. Но кроме песни, вернувшись в Англию, кроме сингла, вернувшись в Англию, стали записывать новый альбом, записали, соответственно, вот он, да, иначе бы не о чем было говорить. И удивили мир, действительно. Пластинка продавалась хуже, чем первые два альбома, потому что она была непонятна и не похожа. Вроде та же группа, а вроде совсем не та же. Ну, это лучшая запись прогрессивного рока для группы Deep Purple, на мой взгляд. Они в этом, я использую этот термин, прогрессивный рок. Ну, лучшая запись сложного, интересного, разнообразного, эклектичного рока для Deep Purple. Chasing Shadows, который написал Ян Пейс в основном. В основном. Это полный кайф, что нас и сломило, школьников тогда. Потому что вот эти африканские барабаны, перкуссия, конги-бонги, всякие разнообразные, железная перкуссия. И вот этот африканский ритм, он, конечно, заворожил. И при этом тяжелая блюзовая, опять-таки, гитара Блэкмора впиливается соло-лорда. Очень такой кренящийся, с одной стороны, в сторону блюза, в конце особенно. И что мне нравится здесь, очень хороший юмор присутствует в каждой песне. Юмор это вам не нос показывать, там хи-хи-хи-ха-ха-ха, а когда музыкант высокого класса начинает немножко подшучивать. Очень интересные фразочки, неожиданные у Лорда в основном. У Блэкмора тоже там эти бенды. Там и сям. Ну, бендами никого не удивишь, но они у него очень язвительные такие. А у Лорда очень шутливые, такие ироничные пассажики. Это очень здорово. Chasing Shadows Blind. Песня абсолютно не дипепловская, казалось бы, да? Такие а-ля клавесинные звуки. И где-то, то ли это Дорс, то ли не Дорс. Но вокал Эванса, как я уже говорил, пластичный, сильный, мощный, чистый, лирический. Такой у него лирическая подача. Очень красивый, безумно красивый. Но песня такая мрачная при этом, тревожная. Очень хорошо. Лорена, песня Донована, вообще красота неземная. Просто вот здесь Эванс развернулся в вокале уже не на шутку. Совсем просто какие-то... Ну, не соловьиные трели. Соловьиные трели я не люблю в вокале, когда мужчина начинает петь соловьиными трелями. Вот этими, ну, условно говоря. А просто вот какой-то настолько душевный, настолько сильный голос. Как жалко, что Блэкмор его уволил из группы. Ну, замена была тоже хороша Ян Гилан, да? Но Эванс, он прекрасен просто здесь. Просто великолепен. Фольклайн, инструментальная пьеса с обратной записью барабанов. И не только, кстати, по-моему, барабанов. Там вообще очень много реверса идет. Чистая психоделия. Странная очень. Никогда дипепл такого больше не играли. Но конкретная при этом вещь. Не космос какой-то там. Космоса, кстати, тут много очень в гитаре. В Chasing Shadows. В соло, например. И The Painter закрывает... Painter закрывает первую сторону. Ричи Блэкмор приложил массу здесь усилий. Или не усилий, а просто своего таланта. И отчетливый крен в фанк вдруг пошел. Отчетливый крен в тяжелый фанк с прекрасным гитарным соло. С отличным соло Джона Лорда в финале. Но такой фанковый грув присутствует, который пришел к нам из Монрей Крут. Из позапрошлого альбома. Там фанк просто раскачивает не на шутку. Ну и за что хвалят критики этот альбом? Хотя слушатели не очень его хвалили. Критики хвалят за первое удачное сочетание классических тенденций в музыке с тяжелым роком, с другой стороны. Получилось очень органично. В отличие от массы групп, которые пытались делать подобные вещи. Очень органично получилось и вот эти средневековые какие-то наигрыши, пассажи Джона Лорда и блюзовая гитара. Блюзовая, да-да-да. Вича Блэкмана здесь. Они очень как-то прекрасно сливаются, вместе сосуществуют и создают небывалое доселе неслышанное полотно музыкальное. Вадильный Трозмарри на второй стороне чистый блюз. Чистый, тяжеленный блюз, но, правда, усложненный до неузнаваемости почти. Сначала вроде как бы, ну да, по замашкам вроде Фраер, да? Вроде начинается по-блюзовому все, а потом гармония расширяется все-таки, расширяется, делается уже почти не блюзовый. Но гитарная соло Блэкмара здесь фантастическая просто песня, вот эта Элодина Трозмарри. Оно настолько прекрасно, что я, когда слушаю эту пластинку, вот сегодня я переслушивал, я несколько раз переставлял тонарм, чтобы снова послушать именно соло Блэкмара здесь в этой песне. «Bird has flown», дальше, психоделический какой-то такой номер странный, замечательный, опять же, с замечательными вокальными делами Эванса, который меняет регистр. Сначала высоко и нежно поет по-своему в довольно мрачные песни, потом уходит вниз какого-то Элиса Купера, да, это что-то такое страшное. Очень интересно. Ну и музыкально оно насыщенно, прямо аранжировано, наиграно всего там, просто какой-то вот тот самый на букву П, эклектичный, фантазийный, сложный, разнообразный, интересный рок. Ну, про April что говорить? Это, не помню, сколько она идет, то ли семь, то ли восемь минут, то ли чуть ли не девять. Из трех частей полотно, на мой взгляд, на мой взгляд, опять-таки, дилетантский, может быть, самое удачное в рамках Deep Purple сочинение Лорда с использованием симфонического оркестра. Потому что следующий альбом концерт для группы с оркестром я вообще не люблю и ничего о нем хорошего сказать не могу. А здесь очень красивая музыка оркестровая. Просто один этот оркестровый кусочек можно вырезать и слушать его отдельно от первой и третьей части. Первая часть с хором, она достаточно традиционна, хотя по тем временам, конечно, новаторство. Потом вот этот прекрасный оркестровый кусок и в конце рок Deep Purple включается в гармонию, которая задается в первой части. В общем, все органично, красиво, здорово и очень неожиданно. Жалко, что это последний альбом первого состава Deep Purple. Пойду за это выпью. Пока.